Дождь Потому что сейчас еще раннее утро Он поможет щуку выманить из камыша Так что буду пробовать Основная задача стоит в том Чтобы забросить попер как можно ближе к камышу Вот примерно туда Потому что щука Очень часто стоит на самой границе камыша И в силу того Что она не активна Она не двигается за мухой, именно за попером Нужно сделать так, чтобы попер прошел В зоне ее видимости Или стоянки И она его услышала Он идет, идет, идет Есть Вот, щука вышла за попер Несколько раз я делала заброс в одну и ту же точку Она один раз показалась Вышла из камыша за ним Но не взяла И вот она разделала забросов в 5-6 И щука вышла Щука медленно подходит к поперу Без всякой агрессии Резко на него не бросается Сближается с ним И сразу же потом атакует Да, небольшая килограмма, полтора, два Но тем не менее попер Глубоко в пасте сидит Ух, стартует Сейчас Сочетание температуры воздуха и воды Самое комфортное для щуки Она агрессивная Бегает, прыгает Выходит на поверхностные приманки Сейчас чуть-чуть температура опустится И она уже будет Не так активно подниматься На приманке, которая двигается В верхних слоях воды Да, она же устала Так, будем брать Вот такая щука Щучка Щука в пиявках Видно, вот пиявки Какая она красивая Не всегда щука активно поднимается за попером Иногда она выходит за ним, смотрит Очень часто щука подходит как можно ближе к приманке И начинает ее разглядывать Вокруг приманки вода начинает, можно сказать, закипать То есть какие-то волнения происходят Буруны и иногда небольшие килевые волны Следуют за поверхностными приманками Такими, как за попер Поэтому рыболову нужно постоянно смотреть Что происходит рядом с приманкой Потому что если рыба не активная Она может просто подолгу двигаться за мухой Смотреть на нее, разглядывать И поэтому нужно менять что-то с проводкой Либо ускорять ее, либо увеличивать паузу между скрипами Ну вот в данном случае эта щука Один раз поднялась за мухой, за попером Но не атаковала его И потом через несколько забросов Она все-таки вышла за ним снова Я сделал паузу И потом небольшую потяжку Она его жестко взяла Хотел еще заострить внимание О поводках, которые используются для поперов Когда рыболов ловит на поперах То есть нужно, чтобы поводок был жесткий Он не амортизировал, не гнулся В данном случае я использую Да, в принципе, я всегда использую поводки из нержавеющей проволоки Специально поводочного материала Эти поводки изготавливаем самостоятельно Они очень хорошо работают на рыбе В данном случае он после атаки щуки согнулся Но мы сейчас его выровняем и дальше будем продолжать ловлю И извлекаем крючок из пасти Я для ловли использую безбородые крючки Потому что они легко уходят из пасти Не так травмируют рыбу Щука очень часто заглатывает мухи очень глубоко в жабры И если крючки будут бородаты с бородкой То есть при вынимании очень легко повредить ей кровеносные сосуды И она начнет терять Соответственно, это хладнокровное животное Кровь в ней не сворачивается, теряет кровь и рыба погибает Поэтому сохраним ей жизнь Плыви домой, красотка Плыви, плыви домой В принципе, все лиманы красотского края Вот приазовские плавни Можно разделить на три группы Это пресноводные со смешанной водой То есть, когда начинает дуть западный ветер То есть, он нагоняет соленую воду из Азовского моря В лиман, и вода начинает смешиваться То есть, они полусолеными становятся И, соответственно, лиманы с соленой водой То есть, которые находятся в непосредственной близости от Азовского моря То есть, в этих всех трех типах водоемов обитает щука Та щука, которая живет в соленой воде Она отличается окраской Она отличается, соответственно, размерами Потому что она нагуливается в более больших просторах водоема И активно кормится всевозможной промысловой рыбой Которая заходит в лиман и не листится Поэтому, то есть, конечно, самый огромный интерес Ловить эту морскую щуку, которая заходит в лиманы для нереста Потому что, еще раз повторюсь, она очень большого размера И серьезный соперник Щуку в лиманах можно ловить практически весь год Ну, исключая те моменты, когда температура опускается ниже нуля И вода замерзает Ну, допустим, мы находимся осенью Вот в этом лимане Ловим здесь рыбы, ну, мало В принципе, она есть, концентрируется Но ее недостаточное количество, размеры ее небольшие Летом ситуация может кардинально измениться Здесь может остаться та щука, которая здесь отнерестилась Она будет активно кормиться И размер ее просто рыболоводия Поэтому, то есть, в зависимости от сезонности Ситуация кардинально меняется Очень много рыбы стоит около камыша В маленьких заводях И мы пытаемся выловить ее Потому что сейчас полдень И рыба не очень активная Тихо, без ветрия Щука пугается малейшего, я не знаю, удара там А лодку Иногда уронил там корнца в лодку Жесткий удар, но рыба убегает То есть, поэтому сейчас нужно очень аккуратно Вполнять забросы Презентовать мушку и ловить пассивную рыбу Во время ловли вдоль камышей Мушку нужно укладывать практически Под кровку Потому что рыба часто стоит В непосредственной близости у камыша И выглядывает лишь голова Из камыша И сразу же проплывает муха в зоне ее так И она ее берет Сейчас вода еще теплая Относительно теплая Сильных заморозков не было по ночам И щука Очень охотно поднимается за поверхностными приманками Такими, как попер На попер, в принципе, ловить азартно Потому что все происходит на поверхности Непосредственно на видимости рыболова Попером Этими звуками, которые он издает Рыбу легко выманит Заинтересовать ее, чтобы в ней появился Такой некий интерес И она сразу же выходит Посмотреть, что здесь происходит И вот она муха берет Ну все, как показало это место Что рыба в нем есть Но щука не активная Сейчас 2 часа по полудню И она находится в таком неком Анабиозном состоянии Она просто выходит на муху Смотрит ее Атакует Две щуки одновременно сближались к мухе Увидели друг друга Разбежались в разные стороны То есть щука есть Но не берет Нужно дождаться вечернего времени Когда она станет снова активная На закате И попробовать ее поймать Так что будем двигаться дальше Облавлять новые места Ловлю щуки в лиманах Можно разделить на Две таких категории Две составляющих Это ловля в прибрежной Можно сказать Так условно можно сказать Прибрежная зона Это камыши То есть ловля вдоль камышей В редких камышах У обрывистой стенки камыша И ловля по открытой воде То есть открытая вода Подразумевается скопление Каких-то водных растений То есть если рыболов Движется по лиману И обнаружил какое-то скопление травы И большие окна в них То есть соответственно Их нужно обловить Потому что щука Очень любит такие места Она в них отстаивается Потому что когда дует сильный ветер Трава затормаживает волну И то есть в принципе воду не болтает И щуки комфортно там стоят Окно это либо прогал То есть это трава И грубо говоря глубокая яма До самого дна То есть трава имеет Такие обрывистые стены Грубо говоря И рыба часто так же выходит Головой щука Высовывается из этой травы И просто наблюдает Что происходит вокруг нее Та рыба Которая проплывает По этому прогалу Или по окну Она сразу же ее хватает Часто щука Целиком выходит И стоит В этом окне То есть бывало даже так Что сплавляемся на лодке Облавливаем точки Нет никакой реакции Но подплываем К какому-то месту Видим как стоит Приличного размера щука И она даже лодки не пугается Она медленно Вальяжно Убилит в траву Сошла И пауза была такая Бам Поглевка Ловля схожа с ловлей Баса Забрасываешь в редкий камыш Проводка Даже толком не удается Сделать какие-то хлюпания Покером Потому что шнур Лежит на камышах И муха просто движется И щука ее берет Поразительно то Что в глубине Редкого камыша Щука активная В лимане В самом То есть На травяных пятнах То есть Она вообще Не проявляет никакой активности Не кормится Не прыгает А эти щуки Очень активно кормятся Вот пожалуйста Атака То есть щука взяла на опережение Ударила в поводок Но она не укололась Поэтому есть шанс Ее все-таки засечь Вот когда товарищ Забрасывает мушку Лучше Сесть поглубже вниз Потому что дует сильный ветер И муха летит Как пуля над головой Первые несколько раз Вот у меня два раза Щука вылетала на попер Хватала его Но не засекалась Непонятно где рыба Сейчас с ним сплавляемся Облавливаем границу Дровы и Камыши Камышовую стенку Но пока реакция вообще не покой Оп есть Вот Игоря взяла рыба Вот так Сейчас стартанет Есть Под лодку лезет Небольшая щука Взяла она Мушку Связанную в стиле дайвер Вот так После приводнения я увидел Это вода Травы очень много И крючок будет постоянно Цепляться за траву Поэтому нужно сделать так Чтобы мушка Не цеплялась за траву И привлекала щуку Это муха дайвер Дайвер очень Уловистый В лиманах Краснодарского края Промазала Есть 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 Сошла А с попером Обрезала Не сошла Просто Поломала поводок Сейчас очередная щука Выскочила на попер Взяла его Несколько Я бы сказал Секунд борьбы Рыба делала множество кульбитов И Она поломала поводок То есть Когда щука Вертится Прыгает Вращает головой Через какие движения Поводок металлический Выходит в захлест И на резком рывке Она его просто ломает Такое очень редко бывает Вот за мою практику Это Наверное Второй или третий раз Всего-навсего Ну вот Поводок поломан Так что Меняем поводок И Продолжаем ловлю Почти далеком Почти О Пошла Пошла Стрела Стрела К нему Ее Есть Есть Комыши Только удалось Забросить попер Как можно ближе К камышу Он упал на воду Сделал несколько движений Сразу же щука Стартанула к нему Метров с двух С трех И взяла с первого раза Щука Не крупная Но тем не менее Это щука Щука имеет очень темный цвет Это говорит о том Что она уже давно стоит На этой траве Потому что трава очень темная И она приобрела Такую же окраску Те рыбы Которые постоянно перемещаются По лиману Они имеют более светлую окраску Поэтому сразу видно Такс Да Видно Щука в пиявках Это говорит о том Что рыба вообще не активная Что на нее начинают цепляться Всякие паразиты Рыба не двигается Такс Так Возьмем пока ее На зацеп Захват Вот так Отдай мой попер Отдай попер Уп-уп-уп-уп Отдай Есть Ну вот он и попер Здесь Погрызанный Отпускаем на волю Щучка активизировалась Вела на дайвер Белого цвета Вот такой же Поменяли место ловли Ушли в другой лиман Здесь Щука стоит В редком камыше В его границе И периодически Показывает себя То есть она питается Агрессивно бросается На мальков И соответственно На лягушек Мы сейчас Сплавляемся в толь камыша Забрасываем Наши приманки В непосредственную Близость Этого камыша И пытаемся выманить ее Но рыба не активна Она не стоит На чистой воде То есть она вся В редком камыше Поэтому Пытаемся Алоэ 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 Небольшая рыба Небольшая щука У-у-у, побежала, стоять, стоять, стоять. Кто-то бежит она. И щука всячески пытается залезть в траву. Здесь глубина небольшая, очень много травы, в которой рыба стоит. И часто во время борьбы она ныряет в траву и пробегает под ней и становится. В некоторых случаях это помогает рыболову, когда трава ей ложится на морду, она ничего не видит. И это позволяет нам легко ее взять. Сегодня штиль, говорим очень тихо, потому что рыба стоит близко, недалеко от лодки, на мелкой воде, и поэтому она иногда часто пугается. Так, сейчас возьму эту рыбу, где мой захват. Открою, отпущу. Есть. Тихо, тихо. Муха сама выпала из пасти, потому что крючки безбородые. Супер. Вот она, вот она. Практически всегда после поимки щуки поводок приобретает некие замысловатые формы, то есть он деформируется от зубов рыбы, потому что это жесткие поводки из нержавеющей проволоки. Но его легко можно выровнять специальным приспособлением. Несколько движений. И поводок готов к ловле. Все очень просто, быстро и удобно. Здесь место очень хорошее для ловли попером, потому что небольшая глубина, вода очень чистая, и сегодня без ветрия, штиль практически в Симлимане. Нужно выпаять очень дальние забросы. И все-таки шум, я думаю, сейчас щуку будет провоцировать нахватку. Попробую. Так, вот мои новые поперы. Поперы есть различных типов, сделаны в стиле незацепляйки. Но здесь, в принципе, трава лежит далеко от поверхности, то есть на определенной глубине, потому что без зацепляйки обычно попер хорошо здесь проходит. Попробую. Вот она, вот она. Поппер очень хорошо работает в безветренной погодном мелководии. Щука сразу же жестко, агрессивно атакует его с первого раза. Не рассматривает, сразу же выходит и жестко берет. Видно, что она глубоко его заглотила. Самые жабры. Ау, под лодку залезло. Ау, сейчас мы его вытащим. Тихо, 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 тихо. Есть. Хороший экземплярчик. Эп. Это уже покрупнее щука. Щука заглотила глубоко попер. Вот что значит попер в купанских плавнях. Тихо, 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 тихо. Зубов три ряда. Отдай попер. Глубоко заглотила. Отдай, отдай. Есть. Вот такая вот щука. Жестко атаковала попер прямо из-под камыша. Я забросил попер под камыш. Сделал буквально нескольких движений. И увидел, как к нему двинулась стрела. То есть рыба двинулась к поперу и сразу жесткого взяла. Характерная особенность щуки, обитающей в приазовских лиманах, в том, что она в течение всего года стоит глубоко в камыше. И только осенью она выходит из него. А выходит почему? Потому что осенью падает вода. Уровень воды недостаточно, некомфортный для ее стоянки глубоко в камыше. Соответственно, она движется на чистую воду. Потом в течение холодного времени она начинает скапливаться в большие группы и мигрирует в глубокие лиманы. Соответственно, где она зимует, потом нерестится и при подъеме воды весной снова же залазит глубоко в камыш. Так стада щуки сохраняются, потому что прессинг рыболова в лиманах очень большой. Соответственно, очень много рыболов двигается на лодках, постоянно ее пугают. Поэтому она себя очень комфортно чувствует в камыше. Сейчас вода упала в лиманах сильно и рыба вышла из камыша. И она стоит непосредственно на границе камыша и буквально в метрах 10-15 от него. Мы двигаемся вдоль камыша и облавливаем все перспективные места, которые перспективны, соответственно, на наш взгляд. И, как показывает практика, в некоторых точках все-таки рыба стоит. Замечательный экземпляр щуки. Щука поперы часто глотает очень глубоко. Но, опять же, соответственно, нужно проводить некоторые манипуляции с попером, чтобы рыба его заглотила, то есть она по нему не мазала. То есть во время того, когда рыболов увидел, что к нему двинулась рыба, не стоит ускорять проводку, лучше просто сделать несколько пауз. И, как правило, в паузе рыба глотает глубоко попер. На самом деле щука – это уникальный хищник, засадный хищник. Многие пренебрегают ловлей щуки, но мне она очень нравится. Ловля ее очень интересна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!